добрый день дорогие друзья мы продолжаем наше изучение торы у нас недельная глава брешит очень интересно во время брешит мы видим как развиваются события мы не можем это понять но нам всевышний кое-что рассказывает он нам говорит что он буквально за шесть дней создал все что мы видим на земле первый день он создает свет и говорит что свет хорош и отделил сильный свет от тьмы и что интересно в этом что свет больше нравится всевышнему а что меньше тьма он отделил света тьмы и так мы должны отделять света тьмы мы должны выбирать добро свет это добро тьма это зло и мы должны все время стремиться к добру пять раз в этих словах когда всевышний создает свет он говорит слово свет нет ни звезд ни луны не солнца свет есть где мы видим такой свет мы это видим когда всевышний казнить египет и и предпоследняя казнь девятая три дня тьмы египетской всевышний отключил солнце луну звезды не видно было тьма полная а в домах сынов израиля был свет мы все видели вот этот цвет который будет дан праведника будущем мире мы его видели что происходит дальше во второй день всевышний отделил воду от воды была одна вода каком-то хаотичном состоянии не вне было круглой какой-то планеты всевышний разрывает эту воду и получается пространство правильный перевод этого слова твердь нам трудно понять это слово твердь но пространство нам более понятно это пространство всевышний называет небо что касается если перевести как тверди мы видим такую твердь тоже написано в казни тьмой была осязаема тьма то есть всевышний закатал египтян как в бетон и они могли двигаться так и умирали вот бывает пространство которое мы представляем себе твердым и дальше мы смотрим что всевышний во второй день не говорит что это хорошо все дни говорили хорошо а в шестой день говорили измах хорошо а теперь не говорили хорошо почему потому что всевышний создал в этот день еще и силы которые служат для наказания и всевышний это не любит наказывать и поэтому он не сказал что хорошо но третий день всевышний два раза говорит хорошо он здесь создает течение вод называет морями создал сушу все говорит хорошо потом создал растение говорит хорошо два раза хорошо компенсировал а в четвертый день он создает светило солнце луну звезды и говорит будет они светилами и будут они вам для истечления лет времен и годов и если так подумать мудрецы умеют пользуясь этими светилами назначать новый месяц то что все выше от нас требует чтобы сами назначали новый месяц где праздники говорит менее других праздников кроме тех которые вы сами себе назначите вот и не просто так этот календарь у нас луны существует солнце существует в пятый день всевышний подготовил еду для того чтобы появились люди что было что кушать и создал огромное количество птиц которые размножаются невероятным образом их невероятное количество даже в основе куры каждый день по яйцу несут еще создал рыб которые миллионами плодятся то есть если не травить водоемы никакой химии никаких выбросов заводов то рыбы и птицы всего достаточно вас все для этого создал и в шестой день всевышний создает всех животных и потом создает человека и человек получается создан последним чтобы не сказал что я важнее кого-то нет перед нами были созданы все животные и потом говорит всевышний что это хорошо у меня это весьма хорошо как можно представить что в весьма хорошо и можем себе представить этот это мобиль любая запчасть которую изготавливает для автомобиля может соревン на хорошего же сделана но когда эти все запчасти собраны вместо и когда она же автомобиль готов и тогда уже можно сказать что это весьма хорошо вы создали себе заячесты заработало а седьмой день всевышний создает что-то seat и Он создал покой, наши мудрецы говорят, седьмой день Всевышний отдыхал. И нам сказал тоже, соблюдай день субботний, потому что Всевышний вас святил и мы должны тоже отдыхать седьмой день. Дальше рассказано о событиях с человеком, что человек был настолько разумный, грамотный, что он сумел понять сущность каждого животного и назвал название всех животных именами их. Допустим, посмотрел на льва, говорит, сущность его арье, смотрит на осла, говорит, его сущность хамор, так и назвал, и все это сработало. То есть человек понимал это все, Адам, такой он был грамотный. Но змей, пишется, был хитрее всех зверей, и он сумел совратить тому, что хава поела плодов дерева, которые Всевышний запретил. И до своего мужа он ел, не выстоя не в этом, Всевышний сказал, что теперь вы будете тяжело трудиться и добывать будете тяжело свой хлеб насущный. Так и получилось, Всевышний одел в одежду кожаную человека и отправил его за территорию Денского сада. Это мы знаем, змей был наказан. Тем, что говорит, что теперь ты будешь ползать на брюхе своем, будешь проклят всех животных Земли. Действительно, змея беременная. После больше всех животных на Земле, 7 лет идет беременностью, она страдает при этом. И она пищу, ест не получая удовольствие, она ее заглатывает, жевать она не может. В общем, и ползает на брюхе, ножек больше у нее нету. Говорилось, что раньше был змей с ногами. Теперь оно бьет человека в пяту, а человек бьет змея в голову. То есть, очень такая ненависть между человеком и змеем у тебя лежит. А женщина и Всевышний говорит, что за то, что она так сделала, что пошла по плохому пути, то теперь ты будешь зависим от своего мужа и будешь страдать при женских делах, при всех, при родах будешь страдать. Человек будет, получается, как бы властвовать. Муж будет властвовать над женой типа, что влечение жены к мужу появилось очень сильное. Теперь Всевышний одевает человека в одежды кошеную. Раша пишет, что да, для того, чтобы выжить в тех условиях, которые будут теперь не в саду Эдемском, а в такой жизни в реальной, нужна одежда для защиты. Интересно, есть мудрецы, которые пишут, что облачением Адама в Ганн Эдене были ногти. Что дальше происходит? Дальше написано, что Хава родила Каина, искала брелая человека с Богом. Потом родила брат его Евеля, и Каин был земледельцем, Евель был животноводом. И написано, что Каин принес Богу первым плоды своего труда, плоды земледелия, а Евель тоже принес, и принес самых жирных, самых лучших своих овец. И Всевышний преклонился к Евелю. Но Каин это не мог понять, он же понимает, что труд земледельца тяжелее, чем труд животновода. И он задумал зло против своего брата Евеля, но Всевышний его предупредил, что у порога грех лежит, если склонясь к добру воздастся к тебе, если склонясь к козлу, то ты должен властвовать над своим грехом, ты должен властвовать, управлять им, не давать победить себя. Злому начал. Но Каин не выстоял, убил своего брата Евеля. И Всевышний говорит, что где брат твой Евель, Каин отвечает, я не сторож брату своему. И Всевышний говорит, теперь голос крови брата твоего восстает ко мне из земли. Те, кто проклят от земли. И написано, что там слово кровь стоит в ножном числе, голос крови. И говорится, что он винует смерти не только Евеля, но и смерти его нерожденных потомков. В общем, Каин понял свою ошибку и говорит, велика моя война непростительно. Кто убьет Каина, отомстится всемиро. Все-таки у него было какое-то смечайшее обстоятельство, это было первое убийство в жизни, то, что он совершил. Всевышний оставляет его живым. В общем, это Всевышний говорит, что кто убьет Каина, отомстится всемиро. В общем, и прошло семь поколений, пишется, что Каин родил сына и родил, и назвал его Ханох, и он строил город, и потому что он был проклят от земли, земля не давала ему урожая. И теперь его потомки жили в городах, Ханох родил Ирода, Ирод родил Мехуэля, Мехия Эль родил Метушаэля. Почему Мехуэль природился Мехия Эля? Наши мудрецы говорят, что ему предложено было быть праведником, но он пошел по пути своего деда Каина и стал Мехия Элем. Не захотел быть праведником. И Михаил родил Метушаэля, Метушаэль родил Лэмэха. У Лэмэха две жены, имя одной Ада, другая Циля. У Ады два Циля, Явали Юваль. А у Ады, у Циля, сын Туваль Каина и дочечка Наама. И разговор идет у Лэмэха со своими женами. И он говорит, а где Циля? Разве человека убил я, и мальчика ранен умышленно? Если Каин отомщен будет с Семера, то Лэмэх 77 раз. Что это вообще за фраза такая? И наши мудрецы разбирают это. Было это так. Каин был, не Каин, а Лэмэх. Он был охотником. Но он был слепой. Так он брал с собой на охоту поводыря, который с ним ходил. Это был его сыночек Туваль Каин. И вдруг в кустах что-то зашевелилось. Он убил какой-то рог, что-то ему показалось. И он выстрелил. И он убил Каина, потому что Всевышний дал Каину знамение, чтобы его не убил каждый, кто его встретит. И у него был знамение, был рог какой-то у него там на голове. И он его убил. И Туваль Каин говорит, папа, что ты здесь делал? Ты же убил Каина. Лэмэх от досады плеснул руками, а в руках у него был лук и стрел, и он дотронулся до мальчика. Сына его номер Туваль Каина. И жены Лэмэха, Ада и Циля сказали, мы с тобой спать не будем. Мы рожаем детей, а ты всех убиваешь? Теперь все. Он говорит, нет, пойдемте спросим к Адаму. Пришли к Адаму и говорят. И говорит Каин, обязаны они со мной спать? А Адам говорит, невзирая ни на что, то ли написано, плодитесь и размножайтесь. Ты прав, значит, твои жены обязаны с тобой спать. А Ада и Циля сказали, Адаму говорят, а ты сам не спишь с твоей женой Хавой, после того, как Каин убил земля. И понял Адаму свою ошибку. Написано, что и познал Адаму жену свою, Хаву. И родила она сына, который называл Шет. Родежден был вместо Емеля, который убил Каин. Мы не знаем ответа. Возможно, душа Емеля вселилась в Шета. Возможно. Но он был праведником. И потом родился у Шета Енош. Она была начата наречением имени Бога. Это написано, что началось идолопоклонство на земле. Начали людей называть богами и идолов. Богами начали называть. Вот такое зло пошло на земле. Всемышний затопил треть земли водой. Сделал предварительный потоп во времена Еноша. То есть это было поколение, которое не было праведным. И Еноша Кенана, Кенаре Магалеря, Магалеря Ереда, Ереда Ханоха. И что интересно, что перед этим умирали, умирали, умирали. А Ханох написано, что прожил 300 лет и 65 лет. Всего 365 лет. И написано, что он родил Митушелаха. И вот написано, что Всевышний взял его, не стал его. А всех написано, что умер. Как это не стало его? Раша пишет, праведен он был, но не стоякий. Всевышний не хотел, чтобы он согрешил. Всевышний его поэтому берет. Другие мудрецы считают, что нет. Он был такой праведник, что Всевышний его забрал живым на землю, на небо. Забрал земли на небо. То есть у нас в рай пошел живым. У нас есть обратный вариант, когда Караха его сообщников Всевышний с живыми загоняет в ад, в преисподнюю загнал. С живыми какая-то казнь невероятная, с ним до сих пор кричат. А здесь живым ушел на небо. То есть у нас есть такие примеры. Есть у нас пророк Ильяху, мы это знаем. Есть у нас дочь Ашер Асерах, которая живая ушла, не умирая. То есть есть у нас такие примеры. Не только один Ханох, но вот Ханох он был первым. Метушелах, который родил Ханох, прожил больше всех на земле, 969 лет. Рождал потомков, как все, кто перечислены эти 10 поколений. И потом Метушелах родил. Родил он Лемеха. Это не тот Лемех, который родился из потомка Укаина, у которого жены, две жены Ада и Циля. Это другой Лемех. Он прожил 777 лет. И он родил Нааха. И сказал, что этот утешит нас после работы нашей на земле, которую проклял Бог. И вот Наах пишется, он был человеком уже праведным. И у него были сыновья. Когда ему было 500 лет, он родил Шема, Хама и Ефита. И написано, что на полная земля злодеянием. И написано, что сыны тех, кто обладал могуществом, увидели, что дочери человека красивые, брали жены тех, кого выбирали. В общем, великозвост стало человека на земле. очевидно, потомки Шета не имели права жениться на потомках Каина. А откуда мы это видим? Видим от того, что кого Тора называет человеком. Обрела человека с Богом, названный его Каин. Так вот, так не имели они права жениться. И они брали дочерей Каина. из Павла Каина и нарушали эти законы, которые Всевышний нам дал. Потом, что мы об этом еще знаем, что возможно, те, кто был людьми, которые обладали могущество, были падшие ангелы, были и такие, которые входили к дочерям человеческим. Есть разные комментарии, огромное количество комментариев на этот счет, но всякая плоть на земле извратила свою сущность, то есть написано, что разные животные между собой стали спариваться и началось зло человека на земле. Было насилие одно над другим, люди не ценили, что им Всевышний давал огромное количество лет, до тысячи лет они жили, допустим, Адам 930 лет, Меташиллах больше всех, 969, Еле 962, в общем, мы видим это все перечисляем, в общем, но так как человечество не заслужило, то в следующей главе мы будем читать, что происходит, как Всевышний пытается исправить этот мир. А на сегодня наш урок заканчивается. Урок был дан за поедение души Владимир Григорий, Павел Бен-Ефим, Самуил Бен-Герш, Хай Малкабад-Йосель, Мирам Атаврагам, Розамад-Михаэль, памяти Яков Бен-Нахум, Ури Бен-Харитон, Мендель Бен-Мендель, За здоровье Светлана Бат-Клара, Шимон Бен-Эцхах, Фейга Бат-Берта, Берта Бат-Фейга, Шимон Бен-Мира, Анна Бат-Ривка, Блина Пер Бат-Соня Сура, Марк Бен-Нина, Лена Бат-Клара, Жень Бат-Ида, Анна Бат-Елена, Евгений Бат-Софья, Двоира Бат-Верьям, Боисей Бен-Ева, Ирина Бат-Двоира, Йосиф Бен-Раиса, Инесса Бат-Маэль, Евгений Бен-Берта, Йеня Бат-Ита, Фира Бат-Ана, Геннайя Бен-Елена, Леор Бен-Клара, Замазал Парнаса Сгула, Ирина Батури, Аронари Бен-Ри, Загрузчик Аронари Бен-Двоира, Сходящий голосовой вызов, Денис Бен-Нахум, Олег Альбат-Сара, Замазал Парнаса и Брю, Владимир Бен-Рая, Марина Бат-Рая, Борис Бен-Марина, Всего хорошего Олегу Марченко, Всем все самое лучшее, Желаю всем крепчайшего здоровья, Шаббат, шалом, До следующих встреч, Надеюсь, у нас состоится в Емрешон, В 15.30, До следующих встреч, Шалом.